Давайте посмотрим одну программу Fences, которая позволяет организовать расположение иконок на вашем рабочем столе. Она является свободной программой, есть ее платная версия, которая наделяется определенными дополнительными, ну, говорят, не очень нужными функциями. Вот она здесь. Видите, появляется такой забор, иконка программы Fences, и она позволяет нам создать Fences. Что такое Fences? Это область на рабочем столе вашего компьютера, которая позволяет, если у вас на рабочем столе находится много иконок, много папок, их сортировать, если на вашем рабочем столе нет места. Также она позволяет делать скриншоты, насколько я понял, вашего рабочего стола, скрывать значки по двойному клике мыши. Такая удобная сравнительная программа. Давайте посмотрим, вот, создать Fences. Давайте нажмем создать область. Так, что нам позволяет правую кнопку мыши? Так, давайте мы ее закроем, и сейчас создадим, как она позволяет. Нам правую кнопку мыши мы выделяем, область, появляется, создать новый Fences. Fences, Fences. И давайте его имя, назовем как угодно, мои папки. Ок. Вот появляется новый Fences, новая область, которую мы можем двигать таким образом. Для чего она нужна? Допустим, у нас много папок, можно сделать такой, границы, ее увеличить. Давайте, что нам еще позволяет? Настроить Fences, настроить области. Что она нам позволяет здесь делать? Вот, на рабочем столе, это как бы рабочий стол, отражается Fences, который мы назвали моей папки. Он нам позволяет выбрать макет, где будут расположены верх и низ, правая сторона на рабочего стола. Позволяет сделать вид, прозрачность, видите, меняется прозрачность Fences более темным, более прозрачным. Яркость позволяет менять, вот видите, тоже меняется цвет. Ну, цвет вроде изменения происходит, но под вопросом. Насыщенность цвета, отображать границы Fences, посмотрим. Да, исчезает, видите, вот здесь при нажатии исчезает. Скрывать неактивные полосы прокрутки. Ну, мы оставим. Что еще предлагает сервис? Это скрытие иконок, мы потом посмотрим на рабочем столе. Сделать снимок экрана до установки, видимо, Fences. И после установки Fences. Справка. Ну, советы о программе. Ну, в общем, понятно. Приступаем, что она нам предлагает. Вот у нас есть какие-то папки, которые занимают у нас много места, и мы их переносим сюда, допустим. Видите, здесь происходит их сортировочка. Да любые другие выделим. Вот, допустим, вот эти. И вот мы переносим сюда. И появляется у нас область, которую мы можем, видите, уменьшать вверх-вниз, вправо-влево. И в данной небольшой области находятся наши иконки, которые раньше занимали весь стол. И теперь мы можем видеть, что здесь просто область прокрутки или колесико мыши, да. Мы видим, что наши иконки на рабочем столе, они сейчас фактически находятся в одной области, Fences. Грубо говоря, забор, насколько я понимаю. И вот здесь иконки все находятся. И можно создать таких Fences сколько угодно. И в ней будут те папки, те иконки, которые вы захотите разграничить по тем или иным нужным вам разделам. А сам весь монитор, он, экран рабочего стола будет пустым. Можно также этот Fences удалить. Смотрим. Настроить Fences. Скрыть знаки рабочего стола, переименовать. Можно его переименовать, наверное, и удалить Fences. Давайте попробуем удалить вот эту область. Что произойдет? Он нам говорит, удалить это заграждение, Fences, ваши файлы не будут удалены. То есть, вот эти заграждения, Fences, они позволяют создавать и экономить рабочее пространство вашего рабочего стола. Давайте посмотрим. Да. О, Fences удалился и появились наши файлы, которые остались в папочке. Ну, достаточно удобная программа, которая позволяет экономить ваше рабочее пространство. И, насколько я понял, по двойному клике мыши можно исчезть, чтобы все иконки на рабочем столе исчезли. Давайте проверим. Да, исчезают. Вот, один раз нажмем, не появляется. Второй раз. Два раза нужно щелкнуть, я так понимаю, левой кнопкой мыши. Да, они появляются. Ну, достаточно удобная программа. Кому пригодится, она является свободной. Можно найти и скачать. Продолжение следует.